Друзья, еще раз всем доброго утра. В прямом эфире программа «Четверть часа». В рубрике «Терра инкогнито» поговорим о храмах и часовнях, а в неформате будет звучать вечная, пожалуй, тема блокада Ленинграда. Это небольшое церковное здание из-за его размеров многие по ошибке считают часовней. На самом же деле это настоящий храм. Храм в честь иконы Божьей Матери – нечаянная радость. А вот это как раз-таки часовня. Часовня в честь святой великомученицы Екатерины. Масштабы, как видите, почти одинаковые. Так чем же все-таки часовня отличается от храма? Вот это вот, как вы полагаете, часовня или храм? Часовня. А чем часовня отличается от храма? Честно говоря, не знаю. Ну, размерами или там внутри что-то иначе? Размерами, да, согласен, в первую очередь. Ну, в храме, наверное, все-таки службы проходят. Здесь, наверное, их нет. Думаю, что вот это еще. Ну, храм как бы побольше должен быть, и, соответственно, там и людей побольше. Ну, то есть размерами? Конечно, ну, размерами. Это атрибутика, наверное. Чем часовня отличается от храма? Наличьем или неналичьем алтаря. О, ура! Спасибо! Спасибо моим коллегам и всем, кто принял участие в опросе. Действительно, одно из важнейших отличий – часовня от храма – там нет алтаря, а значит, не совершается божественная литургия. Зато там можно служить молебны, панихиды и часы. Кстати, есть мнение, что само название «часовня» происходит от слова «часы». Так называются краткие службы, совершаемые в православной церкви. Часовня же, как не имеющая алтаря, предназначена именно для подобных молений. Внешне отличить ее от храма иногда бывает почти невозможно. Но дабы понять, что перед вами, нужно попасть внутрь и посмотреть, есть ли иконостас и царские врата. Всего этого обычно не бывает в часовне. Ее может построить любой человек в память каком-то событии или произошедшем на этом месте, или просто важном для него. Храм же возводится только с благословения архиерея. Он освящает строительство и закладывает первый камень, а затем освящает уже построенную церковь. Часовны возводят там, где похоронены великие подвижники веры. Яркий пример – это часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Их строят там, где есть святой источник, например, часовня над целебным источником праведного Симеона Верхотурского в свято-симеоновском приходе Екатеринбурга. Известны также часовни, связанные с явлениями чудотворных икон. Так, в XIII веке часовня была построена в окрестностях Курска в честь явления иконы Божией Матери Знамени. Можно вспомнить и знаменитую Иверскую часовню у Воскресенских ворот на Красной площади. Бывает также, что их возводят на алтарях ранее разрушенных храмов. Здесь назовем часовню Святой Великомученицы Екатерины, созданную на месте алтаря города Екатеринбургского Екатерининского собора, взорванного в 1930 году. Ту самую, которую вы совсем недавно видели в нашем сюжете. Этот год памятный для всего нашего народа, в особенности для жителей Санкт-Петербурга. Ведь 27 января мы отметили 70 лет со дня снятия полной блокады Ленинграда. Конечно, речь об этом я однократно шла в наших программах, но ведь не могут героизм, стойкость, самопожертвование и вера быть темой одного юбилейного дня. И мы снова и снова возвращаемся к этому, о подвиге Отечества в видеосюжете Санкт-Петербургской Духовной Академии. В течение 20 сентября немецко-фашистская авиация совершала налеты на Ленинград. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Район подвергается артиллерийскому обстрелу! 28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра. Бабушка умерла 25 января 1942 года в 3 часа дня. Мама, 13 мая, в 7.30 утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. Дядя Лёша, 10 мая, в 4 часа дня. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Здесь, в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, по адресу 2-я линия Васильевского острова, дом 13, жила маленькая девочка, Таня Савичева, которая и сделала эти записи в своем дневнике. Дневник, отражающий трагедию тех дней почти каждой семьи, проживающей в блокадном Ленинграде. Всего 9 страниц. Так мало и так страшно. 9 страниц, которые стали одним из символов Великой Отечественной войны. Сама Таня, пережив такое, смерть почти всех её родных от голода и холода на её глазах, очень сильно подорвала своё здоровье. Она так и не смогла пережить ту войну. 1 июля 1944 года Таня Савичева умерла. Мужество, стойкость и вера девочки — настоящий подвиг, который останется в наших сердцах и в нашей памяти. В Санкт-Петербурге немало мест, которые символизируют те страшные дни блокады города. Каждая из этих мест напоминает современному жителю о том, что он живёт в городе-герое. В городе, жители и защитники которого смогли на протяжении почти 900 тяжёлых дней блокады отстоять и защитить свою малую родину. Конечно, во многих случаях ценой собственной жизни. Почти 900 дней, которые можно охарактеризовать так. 125 грамм хлеба, вода из Невской проруби, холод и человеческие жертвы. Но даже в таких страшных условиях город выстоял, не сдался врагу, явив тем самым на деле прописные истины, которые до этого так часто повторялись на словах. Вера, надежда, любовь. Но несмотря на блокаду, в городе продолжалась культурная и интеллектуальная жизнь. Не прерывала своей работой ленинградское радио. В августе 1942 года была вновь открыта городская филармония, где стали регулярно исполнять классическую музыку. Во время первого концерта 9 августа в филармонии оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга была впервые исполнена знаменитая ленинградская героическая симфония Дмитрия Шестаковича, ставшая музыкальным символом блокады. КОНЕЦ Великая Отечественная война завершилась победой народа, но не силой оружия, а силой духа. Для нас, потомков жителей города-героя, блокада никогда не станет чем-то прошлым. Наша задача — отдать дань вечного уважения и вечной благодарности. Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить невозможное — пережить это. И не только пережить, но и остаться людьми. Они уходят. И вместе с ними уходит история. От нас зависит, чтобы она не ушла навсегда. Сюжеты на военную тематику всякий раз словно являются напоминанием, как важно нам молиться о мире всего мира и о тех, кто ушел в мир иной. Наша четверть часа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»